САМАРСКИЕ НОВОСТИ Спорта Хотя начало первой четверти горожане проиграли по всем статьям, однако нашли в себе силы и на перерыв ушли при счете 20-20. Второй период прошел на равных, но табло показывало преимущество Урала в 2 очка. Большой перерыв пошел на пользу самарской команде, тренер нашел нужные слова и экономисты показали атакующий баскетбол. Результат не заставил себя долго ждать и Самара вырвалась вперед 46-36. В концовке матч Урал пытался догнать соперника, но самарцы отлично сыграли в обороне. В итоге последняя встреча сезона завершилась со счетом в 80-63 в пользу экономистов и Самара СГУ победитель регулярного чемпионата Суперлиги. Четвертый заключительный этап международной многодневной велогонки Туркубани выиграл самарский спортсмен Дмитрий Самохвалов. На втором месте оказался его брат-близнец Антон. После третьего дня соревнований гонщики оторвались от ближайшего преследователя, также россиянина Сергея Николаева, на 56 секунд. Отмечу, чемпионы Туркубани катаются за профессиональную команду Итера Катюша. Наталья Петухова вошла в четверку финалистов конкурса «Идея талисмана» чемпионата мира по хоккею. Турнир пройдет в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге. Жюри оценило 20 конкурсных работ. Топ определился после интернет-голосования. Теперь экспертам предстоит сделать сложный выбор между лайкой Байкала Натальей Петуховой из Самары, русским богатырем Анастасией Волокжаниной из Архангельска, самоваром Булата Юнусова из Татарстана и котом-матросом Филиппа Чалова из Москвы. Победители конкурса «Талисмана» определит Федерация хоккея России и Международная федерация хоккея. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok